Программа «Среда» Чердоклинскому району. Именно оттуда в Министерство природы Ульяновской области поступила просьба помочь решить проблему пересыхающей реки Урень близ села Янганаева. Министр природы выехал на место и пригласил нас с собой. Сегодня среда в Чердоклинском районе. Мы находимся возле реки Урень, которая течет в черте поселка Янганаева. Жители жалуются, река замусорена, река заросла. Река требует очистки. У Минприроды есть свой взгляд на эту проблему. Сегодня мы посмотрим, что здесь и как. То, что водоем проблемный, видно невооруженным взглядом. Мешательство в его судьбу требуется. Но какое? Так ли все просто, как видят это жители? И в чем суть проблемы? Куда делась вода в некогда полноводной реке? Русло практически не видно, да? Вот здесь трава выросла, все заросло. Почему так происходит? Почему вода? Откуда вода вообще берется в этой реке? Эта речка начинает Уримбаш, начало Урени. Раньше вода здесь была полноводная, воды очень много было. А в настоящее время речка высыхает. Жители говорят, что из этой речки даже пили, так как она наполнялась водой родников. Ни одно предприятие не сбрасывало в нее отходы. Река была действительно живительной артерией села. Большой воды набора нет, производственных этих у нас помещений нет, производственных лошадей нет таких, которые выбирали воду. У нас основной вопрос, который больной, это дачный вопрос. Ну, с дачниками мы как-то живем дружно, хорошо, им тоже надо жить как-то, им тоже нужна вода. Но у них, они забирают, вот с нашей реки, они забирают всю воду. Допустим, у нас кругом 5000 дач. В недалеком прошлом, в 70-х годах, вода была полная здесь. И, заметьте, это урень являлся основным притоком нашей зоны здесь, наших сел. И вода была полная, рыба водилась, купались, и с города приезжали. Ну, что хотим. Сейчас, соответственно, ни детей тут нету, ни рыбаков, ни рыб нету, одна трава и цапли только вот так. Мы хотим, чтобы, обращаемся к вам, как к четвертой власти, помогите нам в этом деле. Сразу вспомнилась поговорка, если в кране нет воды, значит, выпили дачники. Способны ли дачные товарищества осушить реку? Да и дача существует давно. Почему же проблема остров стала именно сейчас? На все вопросы после обсуждения ситуации с жителями ответил министр природы Дмитрий Федоров. В районе села Дмитриево-Помрескино и села Янганаево обмелела речка Урень. С другой стороны повысилась водность всех водно-миллиоративных систем районного поселка Чердаклы. Это очень важная ремарка. Оказывается, все природные источники района в советское время были объединены в единую сеть, питающую живительной влагой весь район. Впоследствии она разрушилась. Где-то бобры застроили русло плотинами, где-то, наоборот, разрушилась дамба. В результате в ранее сухих местах появились болота, а там, где текла река, растут деревья и трава. Советским инженерам стоило бы поучиться у крестьян древней Месопотамии, где ирригационные системы без особого ухода и технологий функционировали несколько тысяч лет. Вернуть воду из болот в реки можно, считает министр. Однако сделать это непросто. Вот просто так, с кондачка, нельзя сказать, что можно выполнить именно вот это так сделать, или сделать это как-то немножко по-другому, да. Для того, чтобы здесь вмешиваться в водно-мелиоративную систему чердаклов, Янганаева, Уриня в целом, необходимо провести большое количество изысканий. посмотреть все отметки рельефа, посмотреть всю водно-болотную систему, где, как связаны гидрологические водоемы, как происходит разгрузка и водообмен. Жители домов, стоящих рядом с бывшими каналами и родниками, недовольны. Вода превратила подполье в болото, а в руслах ее почти нет. Рязкая тина на месте когда-то чистой воды. Вот мы спускаемся уже в водоем. Когда-то здесь уже был не берег, а здесь стояла вода. И вот этот канал был водоспускным каналом, через который, через трубу вот эту вот, выходили излишки воды. Теперь этот пруд, расположенный почти в центре населенного пункта, Заилин. Возможно, тому виной коттеджи по берегам, которые устроили водостоки прямо в водоем. Но это пока только гипотеза. Руководство района планирует почистить его, а уж потом доискиваться причин загрязнения. У нашего района в целом и в том числе у рабочего поселка Чердаклы есть проблема в обеспечении создания зоны благоустройства озера Попово. И плюс прочистка центрального канала, который отводит воду с Чердаклинских озер в реку Урень. И, соответственно, потом, которая проходит в реку Волга. Какие намечены перспективы? Что собираетесь делать? С Дмитрием Васильевичем договорились о том, что мы сейчас будем направлять ему документы на подготовку решения о передаче озера Попово Чердаклинскому району для углубления и, скажем так, приведения его в порядок. Это не чиновничья отговорка. Министр и глава района нашли действительные пути решения проблемы. Однако на это понадобятся годы и средства. Министерство природы предлагает решение данной проблемы через два больших аспекта. Первый – это подготовка межмуниципальной программы Чердаклинского и Страмайнского района по регулированию реки Урень. Это одна проблема. И вторая – это проблема включения самого комплекса работ по дноуглублению и регулированию русла Уреня в программы Федерального агентства водных ресурсов. Проблема реки Урень в селе Инганаева Чердаклинского района оказалась не только проблемой этой реки. Дело в том, что вся система водоснабжения Чердаклинского района требует своевременного лечения. За последние 20 лет какие-то дамбы разрушились, где-то заелились какие-то протоки, поэтому система находится в хаосе. Для того, чтобы вытащить из кризиса всю эту систему, нужны большие деньги и нужно очень много времени. Поэтому и национальный проект «Экология», и муниципальные, и региональные проекты будут работать здесь. Будут работать специалисты. Все проблемные участки будут найдены, и когда-нибудь район снова получит чистую воду в достаточном количестве.